КОНСТАНТИН ИГНАТОВ Вводим имя, фамилия Константин, нажимаем синюю кнопку Search и система нам показывает, что есть такой заключенный, регистрационный номер такой-то, возраст 33 года и содержится в одном из исправительных заведений Нью-Йорка. Внизу написано «Дата освобождения неизвестна». На сайте BehindMLM несколько дней назад опубликована следующая статья о Константине Игнатове. Итак, перевод статьи на русский. Продление заключения Константина Игнатова предполагает сотрудничество с Министерством юстиции США. В соответствии с законом об ускоренном судебном разбирательстве, до 26 апреля Министерству юстиции должно было предоставить обвинительный акт или информацию, касающуюся Константина Игнатова. Из заявления о 26 апреля следует, что переговоры между адвокатом Константина и Министерством юстиции продолжаются. Константин Игнатов был арестован в прошлом месяце как руководитель финансовой пирамиды Ван Коин и обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества. В прошлом месяце, потому что статья написана в апреле, а арест Константина произошел 6 марта. Предварительное слушание, на котором должны были озвучить обновленную информацию по делу Игнатова, было назначено на 26 апреля. В тот же день Министерство юстиции подало заявку на продление заключения. В поддержку данного постановления помощник прокурора США пишет. Наши переговоры с адвокатом Константина Игнатова о сроках рассмотрения этого дела продолжались до 22 апреля 2019 года. Переговоры не были завершены, и мы планируем их продолжить. Но не ожидаем решения до истечения срока, установленного законом об ускоренном судебном разбирательстве 26 апреля 2019 года. Министерство юстиции потребовало продлить задержание еще на 30 дней. Константин Игнатов и его адвокат с этим согласились. Заявление Министерства юстиции было удовлетворено. Это означает, что предварительное слушание по данному делу состоится 27 мая или около этой даты. Что касается возможного исхода дела, никакие детали переговоров между Министерством юстиции и Игнатовым не были обнародованы. Я выскажу свое предположение, пишет автор статьи. Ни для кого не секрет, что к тому времени, когда Константин принял руководство в Ван Коин, настоящие преступники, такие как его сестра Ружа, уже скрылись. Константин все еще активно участвовал в Ван Коин, и я сомневаюсь, что он сможет договориться о своем выходе из тюрьмы. Но есть и более крупная рыба, которую нужно поймать. Поэтому контакты Константина с Ружей, не забывайте, что у него была доверенность на управление компанией, означает, что он располагает ценной информацией для следствия. Если следствие сумеет убедить Константина пойти на сделку и поделиться информацией, я полагаю, это укрепит позицию Министерства юстиции. Продление задержания может быть связано с Ружей. Но имейте в виду, что мы не знаем, какие еще планы у Министерства юстиции. Остается большой вопрос, где находится основная часть денег, инвестированных в Ван Коин. По последним оценкам, это около 4 миллиардов долларов. Как стало известно после ареста Марка Скотта, Ружа не отмывала миллиарды Ван Коин самостоятельно. Следите за обновлениями в ожидании рассмотрения дела Константина Игнатова или назначенных на конец мая предварительных слушаний. Получается, что предварительные слушания по делу Константина Игнатова должны произойти где-то в районе 27 мая. Как вы знаете, я уже брал интервью у некоторых партнеров Ван Коин и давал им возможность высказаться на моем канале в пользу компании Ван Коин. И меня удивляет, что в последнее время таких желающих почему-то уже нет. Если вы уверены, что несмотря на все трудности, несмотря на арест Константина Игнатова, компания со всем справится и в результате станет одной из ведущих мировых компаний, пожалуйста, выходите на связь, выскажите ваше мнение, которое в дальнейшем также будет опубликовано на моем канале. Удивляет то, что в комментариях под видеороликами партнеры Ван Коин такие смелые, приводят множество аргументов в пользу того, что компания будет работать и что она действительно завоюет рынок криптовалют и так далее. А когда я предлагаю выйти на связь и привести эти же самые аргументы голосом, даю возможность выступить на моем канале с 11 тысячами подписчиков, то есть на большую аудиторию, все куда-то дружно сливаются. Ну что ж, ребята, вы такие непоследовательные. Почему-то храбрости написать в комментариях ваши аргументы вам хватает, а выйти публично, так сказать, голосом на связь и озвучить ваши аргументы, вы почему-то стесняетесь. Или все-таки уже не так вы в ваших аргументах уверены и ждете, чем закончится история с Константином Игнатовым, выпустят его в итоге или нет. В общем, мое предложение остается в силе. Хотите высказать ваше мнение в защиту компании, добро пожаловать. Скайп указан внизу данного видеоролика. С другой стороны, если кто-то реально является экспертом в сфере криптовалют, кто не понаслышке знает, что такое блокчейн, как удостовериться, блокчейн реальный или виртуальный и так далее, и вы готовы также высказать свое мнение по ванкоину, за ванкоин или против ванкоина, также, пожалуйста, выходите на связь. Я думаю, многим будет интересно вас послушать. Вот такие новости на сегодняшний день. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.